Привет! Ну что, сегодня будем экспериментировать. Я Макс, это канал Рыбалкин ТВ. Сегодня находимся на реке и будем пробовать ловить леща и плотву. Но есть один экспериментальный момент. Заключается он в том, что кормить рыбу мы будем пробовать витаминами. Будем поддерживать ее здоровый образ жизни. Аромат цедры апельсиновый. Вот здесь я специально ее перемалывал. Здесь прямо видно частицы кожуры апельсиновой. Вот они, оранжевые. Чуть-чуть оставил. Сегодня будем пробовать ловить леща и плотву именно на эту реформу, именно на цитрус. И посмотрим, как местная рыба здесь отреагирует на такое предложенное лакомство. Собственно, вот в этом будет заключаться сегодняшний наш эксперимент. Очень хорошо влияет на ловлю леща, плотвы, карпа, карася и так далее. Особенно в холодное время года. То есть осенью и зимой. Погнали. 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 повторяю и каждый раз буду повторять каждую рыбалку прикормку я держу за пазухой в тепле чтобы она не замерзла она начнет кристаллизоваться замерзли она не будет работать так как нужно и в комментариях в каком-то из видео где про это я говорю написали что типа чё ты заморачиваешься если на дне там на глубине температура там плюс 2 плюс 4 она там все равно растает ну это не так потому что во первых она пока растает и она начнет уже всплывать и она будет работать не так как мне нужно поэтому это в корне неверно по моему мнению и прикормку я всегда держу за пазухой чтобы она была в рабочем хорошем состоянии вот у наш апельсинчик видно здесь оранжевые дольки то есть я перемалывал и порошок и мелких есть и покрупнее фракции посмотрим как рыба отреагирует и существенно добавлю сюда хороших две щепотки мотыля мотыль не кормовой насадочный большой мотыль 1 2 3 4 5 около 5 20 глубина кормлю прям но поскольку цель моя сегодня больше лечь но возможно будет плотва еще скорее всего первые покрывки будут плотвички а потом если сегодня лечь кормится активный будет лечь в общем точно таким же способом пойду про прикормлю вторую лунку которая сделал ближе берегу наверно глубина поменьше сейчас это узнаем и будем пробовать ловить так первая рыбка первая рыбка вот она папа вот она плотвичка вот такая вот замечательная красота первая рыбка это со второй лунки которая четыре с половиной метра 1 520 2 4 с половиной я возле камыша сделал там еще одну лунку там полтора метра хочу там все равно проверить возможно там будет окунь или еще кто-то вот ну а здесь у нас плотвичка первая поклевка первая рыба и на опускание начиная основную игру на плотвичку постукиваю по дну есть течение кстати немного уносит мормышку сторону леска 008 ну это леска которая в реалии 009 она и мормышка около трех миллиметров вольфрамовая ну я бы не сказал что рыба сегодня гиперактивна но я думаю наша прикормка рано или поздно она и раскачает заинтересует и заставит питаться вот в общем сейчас наверно пойду еще камыш проверю что там у нас только я сказал пойду проверю камыш тут сразу же поклевка происходит мой какая хорошая тише 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 смотри какая хорошая плотвиха я думаю это не предел ой красоте смотри-ка я плотвень качественно собирается ветерок сегодня такой неприятный тоже ну кстати под этим берегом ветер с той стороны и под этим берегом более-менее на хорошо сидеть особенно когда он спину и закрывать деревья да да так попробую быструю-быструю-быструю-быструю-быструю качнуть и поколебать и теперь начнем опускание плавненько и оставим такую стоячку много будем под ерзать вот так вот так процесс идет радует что плотва все-таки встала собралась на точку и кормится вот она красавица ну а я соблазняю ее подсадкой опарыша один опарыш и один мотыль как только начал делать такую насадку дела пошли лучше но рыба сегодня не очень активно сегодня немного давление уфа вот она нет мимо мимо так тихо сегодня давление скакануло поэтому только плотва есть пока и не такая активно как хотелось бы может чуть попозже ситуация это исправится стабилизируется потому что на игру плохо реагирует рыба игра должна быть либо совсем вяленькая медленно либо стоячка у дна вот так вот с таким ерзанием по дну шорканье мормышки вот она холостая это что говорит о чем о том что нужно уменьшать мормышку крючок ее вес форму то есть идти по уменьшению во всем параметрам и леску наверное ставить потоньше мы сейчас посмотрим может все-таки подлещик подойдет очухается вот она поклевка опять вот она ну вот она пробует брать мормышку не хватает во-первых длины кивка и рукой я не успел подыграть чтобы она ее как следует захотела проглотить вот она вот она есть 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 рыбка просто уменьшение тоже чревато тем что о вот он подлещик подошел холота маленький красавчик вот про что я говорил уменьшение чревато тем что подойдет более-менее хороший подлещики надо будет опять увеличиваться вот это хорошо это уже радует работает цедра продолжаем ловить поэтому не выкидываешь мандарина и апельсина они пригодятся в качестве добавки ароматизаторов прикормку на леща карася плотвол особенности карпа в осеннее и холодное время года да и летом она будет ловить и привлекать это офигенная добавка а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok и успешно всем хорошего настроения не хвостной чешуи пока